Привет! В прошлом выпуске я рассказывала, как обжаловать штраф, не выходя из дома, а сегодня поговорим о том, как купить лекарства онлайн. Но сначала подпишись на канал и не забудь поставить колокольчик. Итак, в двух словах, свои коррективы пандемия внесла в том числе и в наши законы. С апреля предыдущего 2020 года у нас появилась возможность купить онлайн даже рецептурные лекарства, но только в период эпидемии или ЧАЭС и, конечно же, за исключением сильнодействующих психотропных или наркотических препаратов. Вот только разрешение продавать лекарства онлайн получили лишь сетевые аптеки, которые имели не меньше 10 торговых точек, собственный сайт и курьерскую службу. С 1 сентября этого года начал действовать новый порядок. Теперь вести дистанционную торговлю лекарствами могут в том числе не сетевые аптеки. С доставкой им помогут многочисленные маркетплейсы. Им предоставили право на получение фармацевтической лицензии. Что это значит? Заказать препарат можно сразу на сайте или в мобильном приложении маркетплейса, такого как, например, Озон, причем по цене не выше установленной в самой аптеке. Важно! Ответственность за условия хранения и качество лекарства всегда несут сами аптечные организации, даже если препарат куплен на сайте партнера и доставлен курьерской компанией. Если с заказом, его упаковкой или сроками доставки что-то не так, вы можете отказаться от него, но только до момента оплаты. Поэтому, когда в вашу дверь постучит курьер, убедитесь, что с заказом действительно все в порядке. Кстати, отказаться от оплаты заказа можно даже в том случае, если все условия доставки соблюдены. Вот только за услуги курьера заплатить все-таки придется. Будьте внимательны и не болейте. А у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного. Пока!